Информация о том, что это именно российский, Эрдоган, во время пуща 16-го года, как к этой информации относятся? У вас больше информации знают о счетах? Однозначно, он получил информацию из российских источников и даже смог подготовиться к тому, чтобы противодействовать. Если бы у него не было информации о готовящемся госперевороте, детальной, он, во-первых, сам бы не смог спастись, а во-вторых, не смог бы мобилизовать свои вооруженные силы и силы права безопасности, права порядка, для того, чтобы противодействовать и, по крайней мере, точечно арестовать руководителей пуща. Ведь же аресты начались через несколько часов после неудачной попытки его захвата и физического устранения. Поэтому следствия никакого не проводилось. То есть все оперативные мероприятия осуществлялись на основании заранее известной информации. Ну, он был выгоден России в этот момент. Поэтому Россия его спасла. Хотя из-за сбитого самолета сколько было? Сбитый самолет – это была одна из попыток пучистов вбить клин между Россией и Турцией в интересах Америки. Мы прекрасно знаем, что штаб пучистов находился на военно-воздушной базе НАТО «Инджерлиг». Руководил Путчин, командующий ВВС Турции, получивший образование в США, абсолютно проамериканский настроенный человек, тем более пользующийся НАТО «Инджерлиг» каналами связи для корректировки планов СВУ Путчин. Поэтому до сих пор база «Инджерлиг» находится в окружении турецких войск, до сих пор отключена от электроэнергии. До сих пор отключена от электроэнергии? Да. Что он говорит? Поэтому не вопрос, что понятно, что это было проамериканский. И тем более он, как командующий ВВС, отдавал приказ на уничтожение российского СУ, взлетевшего на территорию Турции. Это была нормальная военно-политическая провокация, но не Эрдогана. Когда в этом разобрались, когда начали разбираться, кто же виноват, вскрылся Путч. Подготовка к Путчу. Все банально, просто.